И зачастую люди думают, что Богу нужны деньги. Однако же деньги тебе намного больше нужны, нежели Богу. И это реальность. Однако Богу с твоей стороны нужна жертва и готовность. Люди, они любят помогать тем, которые нуждающиеся. Чтобы почувствовать, что в них кто-то имеет нужду. И помогая нуждающимся, они этим чувствуют себя хорошо, что кто-то понуждался в тебе. Но когда речь идет о Боге, тогда в ту же минуту появляется претензия. А Богу-то зачем надо? У Него же все есть. Вы знаете, конечно же, у Бога есть все. Если я испытаю голод, не скажу тебе, накорми меня. Все Ему принадлежит. Все Его. Но Ему, опять-таки говорю, нужно твое отношение. Чтобы увидеть, что ты просто готов ради Него принести жертву. Ты знаешь, что многим людям не нужно давать возможность, чтобы они помогли тебе. Вот тем, которые любят порой помогать. Вернее, они, видимо, думают, что любят. Однажды Аврааму помогали. А он сказал, я ничего не возьму. Чтобы ты потом не смог сказать, что я обогатил Авраама. Знаешь, есть люди, которые помогли, а потом уже начинается такая претензия. Вот если бы я не был, что бы тогда с тобой случилось? И если бы не я, где бы ты оказался? И вот так люди, они любят припомнить тебе, что благодаря им это ты где-то устроился, где-то начал зарабатывать деньги, что они тебя подняли, что через них ты уладил свои дела. Знаешь, я многим помогал. И даже не помню. До этого мне один человек говорит. Вот тот бессовестный. Ну, он знал, что я в чем-то как-то помог. Я бы на его месте тебе что-то бы в ответ сделал. А я говорю, слушай, я даже это не помню. Ты что мне сейчас напоминаешь? И он напомнил мне что-то такое, что не только в тот период, но и сейчас это, да, что-то весомое. Была одна возможность в квартирке нам в Тацминде. И оказалось, что тот парень был другом моего брата. И брат мой как бы, ну, сказал, оставь его в покое, жалко его, такой несчастный. Это 15 лет назад происходило. Конечно же, я оставил. Итак, квартира ему так и досталась, осталось еще вместо нее на сегодняшний день две квартиры у него. В том смысле, что когда он ее продал, то смог приобрести на эти деньги еще две. Я так парень нервничал и говорил, а как же он тебе в ответ за это ничего не сделал. А вы знаете, я об этом вообще не помню. И, наверное, никогда бы и не вспомнил. Что я что-то сделал для того человека. Всегда, когда я что-то делаю, я стараюсь взамен обратно не ждать. Не делать добро людям ради того, чтобы потом что-то мне пришло взамен. Что подголосок был мне. Если бы я не был, чтобы сказать ему, где бы ты был. Чтобы тебе смогло помочь, ты несчастный такой. Вы знаете, мне нравится Авраам. Он отказал царям. Чтобы вы потом не сказали. Что это мы приняли участие в том, что ты поднялся. Вы знаете, почему он сказал эти слова? До этого Мамулия говорил Богу, живому Богу, насколько больше мы должны доверять. Верой Авраама была в том, что Бог обеспечитель человека. Бог уже все усмотрел, устроил для нашей жизни. Он все уже уладил, разрешил. Он восполнил, удовлетворил все наши нужды. Бог, Бог вечности. И поэтому он вечные нужды уладил и разрешил, а не просто только что-то временное. Бог не сейчас начинает улаживать наши нужды. Куда-то впали. Боже, помоги. О, как же помочь, минуточку. У Бога уже все учтено, как долгое время и все решено. Аминь, аминь. У Бога все есть, он ничего не просит. Однако, даяние, отдача, в этом более нуждаемся мы. Нежели ему нужно было бы принятие. Вот представь, состоятельным человеком идете на день рождения. И вы приходите и говорите. К состоятельному человеку. И говорите, знаешь, вот я думаю, у тебя все равно все есть. Ну что ж, я такого могу тебе купить, чего у тебя не было бы. Вот потому я и с пустыми руками ничего не принес. Да, конечно же, у него, возможно, все есть, и он все может себе купить и позволить. Но ведь главное не в том было, чтобы купить ему то, чего у него нет, а главное было во внимании с твоей стороны. Что ты ценишь его и ради дружбы что-то ему делаешь. О да, все Божье, вся Вселенная его. Ничем не удивишь его, Боже, все твое, и я твое, и все, что в карманах моих, твое. Если тебе понадобится, пожалуйста, вытаскивай. Да, можно так подумать. Ну, Богу нравилось, когда он смотрел, сидел и смотрел, как кто жертвует. И он увидел эти две лепты вдовы, которая все, что имела, все пропитание своем, положила. Это все, это было ценно для нее, что она отдала все. После Божьего, после Божьего, те 300 динариев. Потому что ее две лепты были, эти 300 динариев. То есть она отдала все, и Иисус похвалил эту вдову. И так читаем 26-й Псалом, первые три стиха. Иисус похвалил эту динамику. Господь, свет мой и спасение мою, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. И если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Давид говорит, Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Он, надежда моя, кто может ужаснуть меня? И выступившие против плоти моей, ну тогда это, возможно, физически враги были, но это есть то, что написано прежде для нас наставлений. И все болезни, они пытаются пожрать плоть твою. Болезнь. Или какие-то угнетатели. Пытающиеся унизить, угнетать тебя. Враги. И даже если столько будет, что целый полк ополчится вокруг меня. Мое сердце не убоится, потому что я знаю, кто он для меня. Даже если война пойдет против меня. У меня все равно есть надежда. Знаешь, враги могут пасть. Те, кто будут против тебя. Любое препятствие, болезнь, любое, что против тебя может пасть. Даже если большая война будет против тебя, объявлена у тебя должна быть надежда. Даже если большие войска проблем против тебя. Твое сердце не должно убояться. И если Господь твое спасение, и Он твоя надежда. Вновь обращусь к словам Мамули. Если у тебя живой Бог, победивший, ах, смерть. Тогда у нас должна быть надежда на Него. Ибо в этом была храбрость Давида. Он точно знал, кем являлся Бог для него. Но вы знаете, в какое время все это произойдет. В четвертом стихе Давид говорит. В четвертом стихе, Давид говорит. «Только того ищу». Господи, благослови меня многими деньгами. Нет. Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Одного просил я у Господа, об этом умолял. И я не знаю твои прошения и твои моления. И, возможно, ты постоянно чего-то просишь. Каких-то благословений. Но Давид говорит. Я не о благословении прошу. Я не подарки прошу. Я об одном просил. Об этом умолял. Не чтобы в храме, в здании сидеть. Всю жизнь мою. И не о небесах говорит. Тогда бы он сказал. Не всю жизнь мою, а после жизни моей. Во все дни жизни моей быть в присутствии Господнем. Это он подразумевает. Созерцать красоту твою. Не просто сидеть в храме и ничего не видеть. Он подразумевает Божье присутствие, Божью близость. Чтобы все это видеть и созерцать. Он ничего не просит. Потому что он знает. Что если Божье присутствие будет в его жизни на протяжении всех дней. Какая бы проблема не пришла в его жизнь. Что бы ни атаковало его. Он знает, эти проблемы падут. Для него важное и главное. Жить в присутствии Божьем. Чтобы Бог был вместе с ним. Нет, не то, чтобы что-то иметь Божье. Сегодня людям нужно Божье. Они хотят этого благослови. Благослови этим 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 этим. Список нужд велик. Но Бога-то не хотят. А Давид говорит, от тебя я ничего не прошу. Одного просил. Об одном умолял. Чтобы его присутствие постоянно было в моей жизни. Потому что если это будет, я знаю, я буду хорошо. И я буду безопасно. Какая бы проблема ни была. И я знаю, что я все равно выйду победителем. И поэтому одного этого я прошу. Вы знаете, мы многие знаем притчу о блудном сыне. Который взял имение отца и ушел из дома отчего. И его проблема была в том, что является проблемой христиан сегодняшнего дня. Он хотел имение отца, но он не хотел быть с отцом. Он хотел пользоваться всем, однако без отца. Вне присутствия отца. В Лука в пятнадцатой главе с одиннадцатого по двадцатый стих мы читаем. Продолжение следует. Это было так, что вам было вверх, аλλатизации Н.А.Р. У нас сегодня говорит, что у нас есть образование, и мы хотели выпустить время своего? Я не знаю, что тут 1740, это было бы стоило бы в среднем. Вы просто говорили, что у нас есть образование, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Существует какая-то доля в нашей жизни Божьих благословений Этот сын взял и после каких-то некоторых дней ушел в далекую страну И растратил распущенной жизнью все Распущенная жизнь это значит, что этот парень имел какие-то похоти на все это он растратился И вот голод наступил В той стране Там, где он находился И он стал нуждаться Ты знаешь, когда голод в стране не проблема И голод не голод, когда нет самого банкротства человека Разорение И если бы у этого парня все еще было то имущество, то голод страны не был бы проблемой Да какая проблема? Как бы не играли цены Если у тебя много имущества Даже если хлеб стоит мешок золотом, да какая проблема? Если таких мешков много Но проблема была в том, что этот парень разорился Ничего не осталось И вот голод в стране И он говорит У отца моего наемники, слуги избыточествуют хлебом В доме отца достаточно Достаточно это значит преуспевание Когда у тебя во всем достаточно Когда на всякую нужду у тебя достаточно Это значит, что ты успешен И этот парень сам признал и исповедовал Что в доме отца избыточествуют Там достаточно Или тот, кто живет в присутствии отца Нету благословения без отца Без отца достаточно имения нету Но те, кто близко рядом с отцом У них есть все, достаточно Вы помните Иосифа? С которым был Бог написано Братья продали его Кто выкупил его У него он стал работать Бог был с ним Благословил его Он стал первым человеком в доме А потом его заключили в тюрьму Но и в тюрьме мы видим Чтоб Бог возвысил его Потому что Бог был с ним В присутствии отца У него всегда все было в достатке В присутствии отца Иосиф жил в изобилии И не имеет значения Куда жизнь закинет Забросит Даже если в тюрьму И если Божье присутствие с тобою Тогда всего у тебя будет достаточно Ты сможешь вылезти с любой ямы И если будет его присутствие В твоей жизни Я недавно прочел одно Там держались за руки Мужская и Рука мужа и рука жены Это как анекдот Муж как бы оставляет завещание После смерти похороните рядом с женой А почему? Потому что не существует ни одной ямы Из которой бы мы вместе с ней не вылезли бы Вот так Поэтому и в той яме Что бы рядом вместе В какой бы яме ты не был Если Бог с тобой будет Выкарабкаешься из любой ямы Наступила очень большая скорбь И наконец-то нашел работу У него была работа Но не присутствие отца Вы знаете, что было результатом Многие думают Вот если получу работу Они-то в отступничестве живут Но думают, что работа решает все У этого парня работа была Однако он мечтал даже о свинных рожках Вот такая вот Еда, похлебка Даже за этим он мечтал Желал Ты можешь сказать Ну так Этого можно было желать Или поэтому скучать Но он даже этого хотел Но никто ему не давал У него есть работа, зарплаты нет Есть работа, однако же голоден Работу нашел Но не насыщается И в один день Он пришел в себя В один день он пришел в себя Но нет ничего прекраснее этого в жизни Чем когда человек приходит в себя До этого он как будто бы Ничего не замечает Но эта нужда Довела его до того Что он пришел в себя В этой нужде Он подзабыл, кем он был Он забыл все те принципы Забыл, кого он представлял И чьим сыном он был Но придя в себя Он заметил И увидел Что он оказывается В свинарнике В Библии есть очень хороший стих Воспитывая ребенка Расти его Сначала пути его И когда он состарится Тогда у него опять Есть шанс встать На ту правильную дорогу Этот ребенок Или этот парень Он был Взращен Воспитан В доме отца Вот почему важно Вводить детей В воскресную школу Чтобы они Чтобы они учились Присутствию Было воспитание Он знал Куда ему вернуться Плохо Плохо Когда человек Придя даже в себя Не знает Куда же все-таки Податься Куда идти И он сказал Давай я вернусь назад Потому что Все враги мои Все нужды Все эти проблемы Случившиеся со мной Это армия Проблема Кружившая меня Я знаю Они будут опасны Если я дойду До дома отца Если я попаду В его присутствие Все проблемы Падут передо мною Ты знаешь В доме Божьем Люди живут Наилучше В доме Божьем Человеку Лучше Иногда мы думаем Что люди уходят Из Божьего присутствия Дома Божьего Потому что Ничего не видят Думаем Голодный человек Конечно же Уйдет Куда-то Что-то поискать Но дело в том Что этот парень Не ушел Из дома отца Потому что Был голоден И имел В чем-то недостаток В доме отца У него было все У него было изобилие Он жил в избытке И поэтому Ни голод Ни недостаток И никакие другие причины Порой не являются Причиной того Что человек убегает От Божьего присутствия Но проблема Зачастую в том Что собственная Похоть увлекает Человека И человек Расточает Все то Что получил Конечно же Это не есть Просто Какое-то Благословение То, что Бог Засеял сердце Человеческое Порой Так легко Все это Уничтожить Эти качества Эти качества Принципы Доброта Все Куда-то Исчезает И затем Нужно Заново Заново Чтобы человек Восстановился И заново Чтобы что-то Посеялось В его сердце Я не знаю Переживали Вы что-то Подобное Или нет Даже во время Хождения В церковь Новоотступнической Жизни Что все Потерялось И ты думаешь Что ты Как новообращенный Ты как бы Как будто Уже маленький Ты внутри Понимаешь Что другие Они уже Больше тебя Больше знают Или больше понимают Больше переживают Потому что Человек Расточил То что Получил от отца Это Расточилось И ему Необходимо Вернуться Просто Вернуться Потому что В присутствии Отца Все Меняется Приходит Изобилие Голод В свинарнике А не в доме Отца Если какой-то Твой сосед Голодует Это не значит Что и ты Должен Голодовать И вот Эта невосполненность И голод Как раз таки Многих И приводит В себя Возвращает Один служитель Сказал Такие слова Если бы блудный сын Ел бы пирожные В свинарнике Он никогда бы Не вернулся И порой Нужно Чтобы человек Дошел До этого Пережил Голод Неудовлетворенность Жизненную Чтобы Прийти в себя Чтобы Обращение Произошло И он Сказал Такие слова Я встану И пойду Встал И пошел Встану Нет, я не буду ждать Когда кто-то Поднимет меня Если мои братья Сестры Помнят меня Пусть же придут И поднимут меня Если любовь у них есть Так пусть придут И помогут мне Пусть поднимут меня Ведь видят Что я упал Нет, придя в себя Первое что делает человек Я встану И я встаю И я встану И вернусь И я встану И пойду В присутствие И я встану И войду В его присутствие Чтобы все изменилось Это то, что должен сделать я Чтобы встать И пойти Как дойти Как вернуться Да, я понимаю Зачастую трудно Возвращаться Но достаточно было И ему сказать Я ошибся Что без тебя Подумал Буду счастлив Думал Думал Что сам Свою жизнь Устрою Что без твоего Присутствия Чего-то достиг Но я ошибся Но я ошибся Этого было достаточно Я встану И пойду Давай сегодня В твоем сердце Пусть звучит это слово Встану И вернусь Встану И моя жизнь Изменится Встану И пойду В дом отца До тех пор Пока ты это можешь Сказать Произнести Дьявола Теряется власть До тех пор Уничтожал тебя Прежде чем бы ты это сказал Но если это приходит В разум И в сердце человека Встану Встану И вернусь До этого у человека Есть шанс Чтобы жить Победоносной жизнью Сегодня я бы предложил вам Чтобы мы встали И вот этого одного просили Об этом одном молили Что Господи хочу Моего присутствия Чтобы оно было В моей жизни Чтобы тело мое Ничто бы не пожирало Чтобы ни одна болезнь Не могла терзать Мое тело Чтобы эти проблемы Желающие Старающиеся угнетать меня Дать мне чувство Неполноценности Я знаю Что это падет В твоем присутствии Сколько бы врагов Моих не было Вокруг меня Сколько бы проблем Не было Я не убоюсь Если ты будешь Рядом со мною Если ты будешь Со мною вместе Давай говори С Господом И потом будем молиться Против проблемы Против проблемы Болезни Давай вот это одно Оно важное Давид говорит Об этом одном Умоляю Потому что этого одного Достаточно Для разрешения Всех проблем Этого одного Достаточно Чтобы все Моей жизни Изменилось Что не имущество И подарки Решают все Не надо об этом Просить Сегодня проси Его присутствие Жить в Его доме Наслаждаться Его прекрасностью Чтобы в Его присутствии Видеть всю Прекрасность Как он улаживает Твои проблемы Как меняется Твоя жизнь Аллилуйя